день добрый несколько слов об архиве организации которые используете ноги я используйте буду программу фотомеханик данной ситуации работе будем под картинной системы mac os x под windows действий примерно аналогичные значит я много использовал система архивации снимков использовал различные имена имена файлов сквозными номерами информация о съемке заносилась это база данных сейчас я перешел на архивацию lightroom и пришел к выводу что с оптимальным прям для меня является переименованием по лапа вот и содержится дата дата съем год месяц число соответственно файл показательно вот пола дальше бьет номер дата индекс связан с фамилией там салович дальше идет время все ситуации потому что когда я экспортирую файл еще здесь сохраняю оригинальным передаем камерами стоит функция последовательной нумерации файлов то есть она не стирает не обнуляет счетчик при установке новой флэшки а постоянно его считает файл это мне так удобнее так я бы не прервали телефон и звонком вот значит имя имя фаза следующем чем идея о чем сыграть что рассказать я хочу рассказать о том что раньше у меня были разные вина файлов и хочу показать я про существу не занимаюсь за решил что это может быть интересно и другим решил показать как и с помощью фотомеханик привожу теперь именно файлов к единому стандарту в чем есть тонкость тонкость есть в том что во первых раньше работал под windows это было очень давно во вторых вторых ситуация заключается в том что некоторым файлам я делаю 50 описаниях некоторыми вот допустим артемий лебедев встречу буквально и скрою с помощью программы механик вот увидим тебе лебедев собственной персоной это клетку на и видим что теме лебедев бла-бла-бла прошел что я хочу я хочу информацию естественно сохранить она не поможет искать снимки вся это все это занятие не для того чтобы потратить время того чтобы было можно найти свою старостью значит первое что я я рекомендую делать это относится к windows маку сейчас большинство сайт сайтов количество программ графических работающих с изображениями и работающих с IPTC работают с кодировкой unique раньше многие системы подхватывали особенно под windows использовали кодировку 12 windows 1251 чем плохо windows 1251 если вы допустим эту фотографию загружаете на кодировку сайт возможно два развития событий может у вас все будет хорошо и все будет то что у вас все написано будет нормально а могут быть хрикозябли чтобы хрикозябли не было нужно перевести все это в unicode как это делается выделяем все картиночки фотографии изображения кому понравится делаем берем tools convert ipc текстом коде microsoft кириллик в unicode конвертирует изображениями ничего не случится чисто и 5 7 их ставят теперь в unicode эту проблему мы решим далее что я хочу сделать с этими изображениями часы покажутся механик самая на мой взгляд лучшая программа для атрибутирования и тегирование менеджмента изображения что мы хотим значит показывал одну фотографию мы хотим сохранить наше описание мы хотим добавить не нет и утратить изначально имя файла чему возможно он был обработан возможно есть его дубли возможно я от этого обработанного файла хочу найти оригинал пусть будет информация файла это тоже информация изображения хотелось бы и терять что мы делаем для этого вот возможно и другой вариант сейчас покажу вам еще одну снимку вот показ татьяна парфенова так а статьяна парфенова заходим сани откуда кроме даты нет вообще ничего что мы делаем есть такой шикарный инструмент называется системе шлипы с сотруд информацию с помощью вам фотографии ли по подписываться здесь увидите не дефолт на это проживание инструмент здесь увидите такой сокращенный вариант который я символизировал под себя оставить только те поля которые я использую низкозапасных полей задумка такая то есть я я использую технологию как возможно она вам не понравится я рассказал что я хочу сохранить короткое описание съемки которые был я хочу страницу в кучу ставим сюда галочку выбираем функцию append то есть эта информация появится после капшина если он здесь есть пробел чну enter нужно перевод далее кнопочка в рейблс волшебная которая позволяет дизировать очень многие действия при атрибуте выяснил функция камера потом файл фолдер ставим сверху подсказка фолдер name отлично то что нам нужно вот здесь будет написанными фото далее поле headline она по умолчанию видно в лайтруме фотомеханией нас не сильно используется я в латер меня не активную практически не использую поэтому я его использую для того чтобы добавить 7 на файла включаем headline тоже нет функции append и replace так вот у нас на соответственно перезатры что было ничего не поделаешь значит так будет файл ней волны с расширением отлично дальше вы можете добавить сюда город данная съемка делался питере честно пишу санкт-петербург вот так чтобы одинообразно естественно это у нас россия имя фотографа можно тоже добавить все съемки мои ну давайте добавим все создали шаблон давайте его сохраним нажимаем на стрелочку нажимаем сэй у меня много шаблонов уже есть вот 20 форен и уже был я вот суду по новой смелый вот перезапишу проверяем действие применить выбору отлично проверяем пока спортивной стороне гимназии добавилось и файл сохранилась фамилия это добавил скоро 20 на добавить отлично здесь все работает проверяем на господине лебеди господин лебедь применяю нужно же кнопку вот добавился поедет добавил себе файла отлично я не сохраняю почему чтобы честно сделаем 100 пакет для всей съемки чтобы информация не перенакладывалась мы теперь выделяем съемку и выбираем настроечку применяем это все прозывка всем файл не будем спешить чему у нас есть еще задача переименовать переименовать наши файлы то есть мы нажимаем убираем команду и мне есть шаблон уже собранный не буду что разбирать он также делать скупочку время дата собственно то создание файла из-за зипа понятно что все это будет работать с цифровыми изображениями сняты на цифровые камеры со сканированными картинками далее час минут и секунда индекс фамилии отлично умный сохранен шаблон отлично закрываем можно лишь открывать каждую папку вот так менять и 5 7 менять добавлять информацию переименовывать ноги наш путь наш путь максимальная автоматизация меньше тратить времени больше ставить работу идем finder вот допустим мы хотели лебедь это тоже например папа хотели видео прошу прощение парафенов так идем наш диск вот мне папочка за стулок для ну и для обработки участвует всем туда перетащим можно перетащить 30 4 просто показано двух чтобы это было быстро перетащили отлично дальше мы идем фотомеханики я уже сделал здесь видите быстрый быструю папочку клику на не вышки закрою чистоты эксперимент наши идем отчет чем-то исчезла еще еще значок мы берем правой мыши и выбираем open фолдер и сапфолдер и не укрой то есть вот мы видим наш теме лебедить наш показ выделяем все великолепие и выбираем функцию копий парк вот ему форс и вот тут мы сейчас мы все это опять же применим все наши настройки значит смотрите галочка оплая петесь и стэшн репатта копий файл выбираем наш шаблон скрываем то есть у нас фотографии будут копировать с ним сразу будет применяться настройка переместить файл мы хотим их перенести уже другую переименовать вот наш шаблон переименовки дает сорт отлично можно перезаписать файлы из местоположения души то есть мы не будем мы не рискуем мы хотим наш архив чудесно сохранить пусть лучше будут дубли потом разберемся далее куда мы это все копитого фолдер выбираем фолдер у меня есть папочка показан в азиньеров среди уже года туда значит опять же в рейбов спыть год съемки слэш так то есть каждая съемка упадет папочку своего года от нее в сапфолдер дата съемки с одной стороны есть небольшой минус потому что сечение дня было низко съемок они все свалятся в одну папку но я считаю тогда на ситуации наименьшим злом поэтому можно конечно придумать еще в рейбов там перетаскивать какие-нибудь опять же прибыл запихать описание старый по старой папке ну я решил этого не делать можно добавить вот всем это сделали опять же мы сохраняем и при желании нажимаем на стрелочку сохраняем это шаблон нажимаем кнопочку мы вот процесс пошел и чем больше у вас файлов тем больше он естественно будет идти сейчас у нас свой носим сумме может посмотреть 474 файлов я надеюсь это будет не очень долго я вот мы даже видим что переименовывается такой-то куда он перемещается тысяч седьмой год это был поясняется и сентябрь месяц 25 число из туристов 25 пока себе теме все вот или примесить папка стал пустой это поражение там нет можно даже затем нет опс пусту опс не были случаи когда это опция стыкалась потому что файлы были петли на перемещение застапливается что мы хотим теперь мы хотим проверить все ли он сработало хорошо идем нажали видеоархив придем наши новое правило что было проще делаем до сортировки почему если на семья что на семья что их брали непонятно помнишь там указывался тысяч седьмой год тут здесь то да и вот тут и ты ты тут и ты 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 все как так с этих рамных человек что шикарно ищет так далее мы ищем вот он ну четвертого вот смотри внизу копируется тысячи семь четыре тринадцатого чисто механического крон чтобы не учиться вот наши наши съемочки ведь она же переименована соответственно проверяем как файл старый есть у меня папки добавилось отлично раньше трудная выставка граммарный дворец то есть вообще никакого не было она была обработана сегодня отлично с этим мы разобрались мы хотели проверить еще пока смог в чем был суть переноса имени папки в кэшн фандер не знаю сейчас windows 10 ищет не ищет фандер ищет папа и пяти семь пусть мы пишем парфенов парфеновый нерус давайте сортируем по дате date вот видно что она перенесена сентябрьская съемка с нового тысячи с нового года вот чего это переснимал вот видим показ давайте Вот, оказывается в гимназии, переместись, имя файл сохранились, господин Луковский, отлично, вот, все работает. То есть, таким образом, мы приводим, вот я давно тоже приводил, съемка, посвященная теме Ебисковой Петербурга. Отлично, все работает, все хорошо. Все, вот все, что я хотел вам рассказать, это, как бы сказать, верхушка айсберга, возможности программы «Фотомеханик», в данном случае, это, вот, все направлено чисто на удобную автоматическую организацию графических файлов на Винчестере. Спасибо вам за внимание, надеюсь, вам это было интересно и возможно.